Алтайский лес пытаются защитить на высоком государственном уровне. В этом уверен депутат Краевого Заксобрания Василий Железовский. На днях он на федеральном телевизионном канале принял участие в программе, посвященной вырубкам леса в нашем регионе. Передача вызвала большой общественный резонанс. У нас лесхозов не осталось. Все лесхозы в Алтайском крае, это подразделения холдинга, они сами себя контролируют. И головные предприятия, вот по расследованиям и Валерия Гурбунова, и Общественного совета по защите алтайских лесов, головное предприятие находится в Прибалтике, а люди, которые являются учредителями, они уже не граждане российской. Вместе с алтайским депутатом в передаче участвовали представители Генпрокуратуры, Центр правовой защиты Рослесхоз и автор фильма расследования о вырубках на Алтае Борис Соболев. После просмотра фильма Василий Железовский жестко отозвался об управлении лесным фондом края, об экспорте алтайской древесины и массовом сокращении штата отрасли. Как признался парламентарию, после передачи ему пришло множество откликов, исключительно положительных. Отметим, что общественник намерен и дальше привлекать внимание к проблеме вырубок алтайского леса. При этом он подчеркнул, что полагаться только лишь на представителей высших эшелонов власти не намерен. Вам уж, наверное, тогда... Не они обратят внимание. Мы сами, жители Алтайского края, граждане Российской Федерации, мы должны требовать от них. Мы их наним.